Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев и вот что в нашем выпуске. Учитель, перед именем твоим, в преддверии твоего профессионального праздника, поздравления и награда от главы республики получили педагоги Карачаева, Черкесии. Предотвращение и пресечение преступлений среди несовершеннолетних, это было посвящено совещанию, каковы пути решения данной проблемы. Что тревожит горожан, и когда их вопрос решится со своими проблемами, жильцы многоквартирного дома Бутикулова, 13, Черкеска, обратились в Вести. Актуальные вопросы по сохранению и развитию национальных языков обсуждали в стенах КЧГУ. Мероприятие также было посвящено столетию газеты Карачаев. Настоящие герои не носят плащи, они дают нам знания и направляют. Сегодня в преддверии Дня учителя в Адельхалке чествовали педагогов Карачаева, Черкесии. Заслуженные звания, почетные грамоты учителям на торжестве вручил глава республики Рашид Тимрезов. Из Ногайского района репортаж Майи Хамдоховой. Поздравить учителей с их профессиональным праздником в Дом культуры Аула Адельхалк приехал глава республики Рашид Тимрезов. Он поблагодарил педагогов и подчеркнул важность образования как основу общества, которое формирует будущее нации. Вы пример того, как любовь к детям и знаниям способны менять мир к лучшему. Именно от вас, дорогие педагоги, зависит будущее нашей республики и нашей великой национальной страны. Не будь вас, не было бы тех огромных успехов, которыми мы гордимся. Спасибо вам, дорогие педагоги, за профессионализм, терпение и любовь к своему делу. Пусть вас окружает уважение и любовь, образовательность и милосердие, жизнерадостность и благодарность ученикам. Желаю вам счастья, здоровья, успехов и благополучия. Днём учителя. Глава республики высоко оценил труд учителей и торжественно вручил им государственные награды. За многолетний труд и большой вклад в сфере образования детей были награждены учителя, чей стаж составляет 30 и более лет. Почётным званием заслуженный учитель Карачаева-Черкесской республики. Со словами благодарности перед педагогами и учителями выступила Инна Кравченко, которая отметила, что на данный момент система образования в Карачаево-Черкесии идёт в ногу со временем. Мы видим, как меняется система образования. Появляются новые современные школы, оснащение, предметы воспитания, оборудование. Появляются новые детские сады. Мы ремонтируем существующие дошкольные образовательные организации, общие образовательные организации. Под ремонт попадают и наши спортивные залы. Всё меняется. И меняются в том числе требования к педагогу сегодня. И мы с вами наблюдаем, что мы сегодня не только обучаем с вами, мы с вами ещё и воспитываем. Для самих учителей этот праздник всегда особенный, ведь оценённый труд на родной республике выше всяческих похвал. Делится впечатлениями заслуженные учителя Карачаева-Черкесии. Я получала очень много наград на разных уровнях, но быть признанной на родине – это, наверное, самая большая награда. Спасибо за оценку, спасибо за награду. Радость по поводу того, что труд оценен по достоинству. Я благодарна нашему директору Биджиевой Фатиме Сарбиевне и, конечно, нашему отделу образования, которые по достоинству оценили мой труд. Спасибо им огромное. В завершении торжественного мероприятия для гостей выступали учащиеся школы, продемонстрировавшие концертные программы, свою любовь и уважение к учителям, которые дают путёвку в жизнь. Майя Хамдохова, Олег Молхожев, Вести, Карачаева, Черкесия. После главы республики Рашид Тимрезов провёл двустороннюю встречу с главой Ногаевского района Муратом Хапиштовым, с которым обсудили социально-экономическое развитие района, ход исполнения районного бюджета и планы. Район принимает активное участие в федеральных и региональных программах, были обновлены, реконструированы и построены объекты инфраструктуры в сферах образования, культуры, спорта. В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» обновлены объекты водоснабжения в Иркин-Шахаре и Иркин-Юрте. В рамках проекта «Чистая вода» последовательно решается проблема водоснабжения сельских населённых пунктов. Завершено строительство парковой зоны и капремонт ДК в ауле Иркин-Юрт. На личном контроле Мурат Азаматович держит вопросы, касающиеся оказания помощи участникам СВО и членам их семьи. Жители района принимают активное участие в этом процессе. Один из приоритетов района – реализация молодёжной политики. Беспечность родителей, вседозволенность детей, неконтролируемый интернет могут привести к непредсказуемым событиям, в которых от недоброживателей серьёзно могут пострадать несовершеннолетние дети. Этому было посвящено заседание в Доме правительства. Подробнее расскажет Мадина Каракетова. Основной доклад был об эффективности мер по предотвращению и пресечению преступлений насильственного характера в отношении несовершеннолетних, в том числе и половой неприкосновенности и половой свободы. Старший инспектор отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Карачаево-Черкесии Ислам Магулаев в своём докладе рассказал о работе, проделанной их отделом, по заявленной теме. Полиция на ряду с прокуратурой и Следственным комитетом предпринимает все необходимые меры в борьбе с такого рода преступлениями. И как рассказал в комментарии вестям руководитель отдела организации деятельности участковых уполномоченных и ПДН МВД по Карачаево-Черкесии Кемал Гербеков, они сумели достичь значительных результатов в этой работе. По 9 месяцам у нас имеется снижение на 28,5%. Данное снижение достигнуто профилактической работой, проводимой подразделениями ПДН совместно с КДН республики. Значительную роль в предотвращении преступлений такого характера играют профилактические беседы с подростками. В основном жертвами преступлений против половой неприкосновенности становятся несовершеннолетние дети из неблагополучных семей и дети, оставленные без родительского надзора. Мы их в основном более чаще посещаем, более глубже профилактическая работа проводится. И также мы среди педколлективов в родительских собраниях до родителей доводим, как им организовать взаимодействие со своими детьми. Садоквачком по теме выступил старший следователь контрольно-следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии Аслан Шураев. Отвечая на вопросы участников заседания, где они все недорабатывают в борьбе с этой проблемой, Аслан Шураев поделился мнением, что в век информационных технологий в открытом доступе слишком много неконтролируемой информации тематических групп, куда подростки активно вовлекаются. В просторах интернета также много маргинальных личностей, жертвами которых могут стать подростки. И от этих влияний детей может уберечь семья, назидание семейных ценностей, моральных устоев и правил. Вопросы воспитания в семье в первую очередь, вопросы разумного контроля над несовершеннолетними, разумного, не то чтобы так деспотично, а чтобы знать, чем живет несовершеннолетний, какие у него интересы и так далее и тому подобное. Поэтому это комплексная проблема, она плоскостью уголовно-правового регулирования, а регулирование, она, конечно, вряд ли решится. Это комплексный подход нужен. Комитет по делам несовершеннолетних, в свою очередь, также работает на профилактику правонарушений, связанных с детьми Светланы Лещенко. Руководитель комитета в Узжигутинском районе выделяет три аспекта, вызывающие опасения за здоровье и безопасность несовершеннолетних. Это разрешение родителей несовершеннолетним управлять транспортными средствами, бесконтрольное нахождение детей на улице в ночное время, то есть после 22 часов, но и этические вопросы, связанные с интернетом, когда подростки выкладывают в сеть неприглядные фотографии друзей или знакомых, сделанные в неудобные для них моменты. Комитет по делам несовершеннолетних работает не только с неблагополучными семьями, но и помогает тем семьям, которые вот-вот оступятся. Сегодня, например, в рамках не совсем простой геополитической ситуации и то, что сегодня многие папы находятся в зоне СВО, мы для себя поставили главной целью работу не только с теми категориями, которые вызывают, ну, может быть, опасения, но и формируем у наших несовершеннолетних такую позицию, как жизнестойкость, что в любой ситуации можно найти выход и постараться преодолеть ту или иную жизненную ситуацию. Решили, что все структуры, на которых возложена работа по профилактике правонарушений несовершеннолетними и против несовершеннолетних, должны тесно взаимодействовать, и эта работа должна носить постоянный характер, ну и, конечно, активно вовлекать в эту работу семью. Водинакаракет, Валий Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 5-10, в горах 0,5, а днем 20-25 градусов тепла, в горах местами до плюс 16. В Черкесии без существенных осадков ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 7-9, а днем 23-25 градусов тепла. Карачаево-Черкесии проводится второй этап комплексного оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2024». Сотрудниками МВД Республики выявлены 4 факта нарушения миграционного законодательства России, установлены 8 иностранных граждан, находящихся в Карачаево-Черкесии, незаконно. По административным нарушениям составлены протоколы. В этот же день сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Карачаево-Черкесии совместно с подразделением по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Зеленчугский» проверили ряд строящихся объектов, на которых трудятся иностранные граждане. Нарушений не выявлено. В редакцию «Вестей» обратились жители одного из домов Черкеска, которые на протяжении нескольких лет не могут добиться от управляющей компании качественного обслуживания. Вместе с представителями городского управления ЖКХ Регионального народного фронта аварийной службы в ситуации разбирался наш корреспондент Артур Мхце. Всего одно неверное движение и можно оказаться по уши в грязном болоте. Камера не передает той вони, которая поднимается из подвала и проникает сквозь щели во все помещения многоэтажки по Гутикулово-13 в Черкесске. Люди многократно обращались в управляющую компанию. Однако ВОЗ и ныне там. Приехали, покрутились, что они тут делали, и уехали. Вот вся работа. Такая война сколько длится уже? Это три года уже такая песня. Грязь. Это невозможно. Комары все лето писала вот ее дочка Любина. Сколько раз? Ни разу не приехали, не потравили. Короче, живем в гадюшнике. Но одно дело комары и так далее. Комары в подвале течет. Вонь невозможно. Подвал. Загляните в подвал. У нас бесчисленное множество комаров. Сырость, плесень. Невозможно дышать. У нас даже дети не могут ночью спокойно спать из-за кашля. Когда остальные способы достучаться до обслуживающей организации не возымели должного результата, жители обратились в редакцию Вестей и региональный народный фронт. 13-й дом ранее был признан сейсмоопасным. То есть спустя какое-то время горожан переселят в новостройки. Но конкретных сроков нет. А значит, людям пока надо как-то выживать. У меня нет ни задолженности, ничего. Почему я должна ходить, когда это обязаны делать? Это ваше обязанность? Да, правильно. А их обязанность? Куда девать наши деньги? Общественники постоянно выезжают по проблемным адресам. Вот и на этот раз людям были даны конкретные рекомендации. Как отстоять свои права? В программу по переселению вы попали. Этот дом попал. То есть все документы там есть. Вам за это биться не надо. Это уже решенный вопрос. Главный вопрос теперь... Смотрите, идет к вам в гости. Главный вопрос по переселению это те последствия, которые это имеет. И когда же наконец? Я вас понимаю, потому что это правильный вопрос. Тем временем представитель городского управления ЖКХ вызвал аварийную бригаду обслуживающей организации. Люди приехали, вскрыли люки. Из-за битых коллекторов снова повеяло чем-то неприятным. Стало понятно, пока водоканал не прочистит здесь свои сети, аварийка исправить что-то в подвале будет не в состоянии. Жижа продолжит просачиваться в помещение под землей. Получается, что управляющая компания обращается к водоканалу? Да. Естественно. Вот приезжает аварийка. Тут же звонит он. Вот открыл, вот сейчас передает. Вот сейчас даже позвонит. Он диспетчеру передает, диспетчер звонит. А вы можете при нас сейчас позвонить и сделать заявку? Далее по требованию жителей и общественников был сделан звонок в ресурсоснабжающую организацию. Когда колодцы около дома будут вычищены, работы по проведению подвала в порядок возобновят. В общем-то, жалобы людей на то, что не проводится обработка в данном подвале и постоянно есть течи. Течи аварийные, это понятно, но в любом случае, несмотря на то, что данный дом в программе по переселению, управляющая компания обязана проводить текущий ремонт и содержать дом в том состоянии, чтобы люди комфортно могли в нем проживать. Одной из главных причин того, что решение данного вопроса до сих пор стоит на паузе, общественники и мэрия видят нежелание людей связываться с письменными обращениями. Хотя именно таким способом те давно могли бы иметь веские основания для жалобы в надзорные ведомства, в прокуратуру и жилнадзор. Ситуацию по данному дому специалисты городского управления ЖКХ и регионального народного фронта взяли на контроль и проверят выполнение работ по устранению выявленных нарушений. Артур Махцелий Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Вот уже сто лет с именем народа она входит в каждый дом. В канун столетнего юбилея республиканской газеты «Карачай» на базе КЧГУ имени Умара Алиева прошла региональная научно-практическая конференция, посвященная актуальным вопросам развития периодической печати на национальных языках. Ахмат Халкевич продолжит тему. Площадка КЧГУ для форума выбрана не случайно, ведь именно здесь готовят специалистов, пишущих на языках всех субъектообразующих народов нашей республики. Открывая пленарную часть конференции на правах принимающей стороны, ректор КЧГУ Таусултан Узденов выразил уверенность в платворной работе форума. Надеюсь, что те тезисы, которые будут здесь высказаны, будут интересны и значны и для нас, и для всех заинтересованных. Это важная, значная проблема. В числе основных в повестке научной площадки три вопроса. Это роль и значимость информационных ресурсов в современном мире, функции национальных печатных СМИ в сохранении и развитии языка, вопросы компетентности и профессионализма журналистов, работающих на языках. Для полноценного развития и сохранения национальных языков необходимо, чтобы они существовали не только в густной, но и в письменной форме, чтобы на них не только говорили, но также писали и читали. В вопросе подготовки квалифицированных специалистов советник министра по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Карачаева-Черкесии Рашид Хатуев предложил университету поставить на системную основу организацию мастер-классов с метрами пера для студентов Института филологии, осваивающих журналистскую профессию и обучающихся в национальных кафедрах. Ни для кого не секрет, что газету делают люди. Люди, преданные ремеслу печатного слова. В течение всего столетия газета Карачаев в полной мере выполняла функцию площадки, на которой развивалась не только национальная журналистика, но и вся творческая интеллигенция народа. Пока у наших народов есть тяга к познанию, любовь к родному языку, к национальной культуре, потребность общаться, знать точку зрения и умонастроения других людей, газеты будут выходить, становясь все лучше и читабельнее. Осознание особой значимости живого общения в профессиональной среде подстегнуло организовать данную площадку, отмечает главред газеты Салима Каркмазова. Без конструктивной критики в век развитых информационных технологий сохранить свою актуальность изданию будет крайне сложно, резюмирует она. Что нужно делать, чтобы газета была лучше, более читабельна, и чтобы мы не то, что не потеряли читателей, а чтобы приумножили их. С этой целью мы решили сотрудничать с молодежью. Мы хотели услышать их мнение. Важность ответственного подхода к своей работе людей, чья профессия быть глазами и ушами нашего общества отмечали все. Ведь от ракурса картинки и знаков припинания, которыми автор расставляет акценты в своем материале, напрямую и зависит, как воспримет информацию потребитель. Моим первым учительом была именно газета. На страницах ее можно найти очень много полезного. Бывают нам какие-то уникальные материалы, которые нигде не подлаковались, имеющие историческую ценность и культурную. В завершении пленарной части конференции верно в друзей издания, внештатных авторов, участников конкурсов, приуроченных к столетию и самых отзывчивых читателей отметили благодарственными грамотами и ценными подарками от редакции. В номинации «Газета в нашей жизни» лучше бы признаны работы заслуженного учителя России, внештатного автора Абдурахмана Мусаевича до юного. Всем победителям во всех номинациях вручили также годовую подписку на любимую газету. Думал, забыли, наверное, а оказалось, нет, спасибо им. Очень приятно, даже не думал, когда 89 лет идет, вот, такому человеку такой подарок всегда приятно. Официальным днем рождения газеты Карачаев считается 19 октября 1924 года. Тогда она называлась Таулу-Джашау, а редактором был известный партийный деятель того времени Мохаммед Батчаев. Через пять лет издание сменило свое название «Став Таулу-Джар-Лыла». А с 1933 до рокового 43-го газета носила имя «Казал-Карачаев». Ну а на период изгнания карачаевского народа с исторической родины на долгие 14 лет его единственный печатный орган тоже прекратил свое существование. С восстановлением государственности карачаевского народа в 1957 словно «Феникс» возродилась и газета под новым именем Ленина Байрага. Нынешнее же название «Карачай» газета получила 26 августа 1991 года. О весьма символичной инициативе общественной организации «Карачай-Аланхалк» поведал заместитель председателя Сулейман Баташев. В честь векового юбилея общественники предлагают присвоить имя столетия газеты «Карачай» ряду общественно-культурных объектов региона. Ведь это издание всегда являлось символом просвещенности и государственности народа. Ахмат Халкечев, Ислам Хапаев, Мураджан Кезов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Завтра в 15 часов на стадионе «Нарт» города Черкеска состоится очередной матч в рамках турнира второй лиги. Одноименная команда примет на своем поле соперников из Назрани. Такими событиями отмечен этот день. Прямо сейчас смотрите шоу «Ну-ка все вместе». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова